Искренняя связь с идеалом, высочайшим. Что бы ни пришло, это усилит, увеличит, будет способствовать нашему делу. Это значит самопредание. Предавшаяся душа, лицом к лицу, любые обстоятельства, какими бы они ни были, они не могут не быть благотворными. Все, каждое обстоятельство, любое обстоятельство, в любое время, не может не помогать их делу. А цель, связанная с высочайшим объектом, с Кришной, любая волна, которая приходит, должна вносить некую лепту, помогать нам. Подобно тому, как мы платим налоги царю, выше закона. Его воля абсолютна. Какая бы волна ни шла, ни приходила, ни двигалась, ни совершала свое движение, но эта волна не может пересечь, выйти за пределы воли абсолюта. Все подчинено второстепенно по отношению к абсолютной воле. И так или иначе, преданность абсолюту есть высочайшее достижение в жизни каждого установить связь с высочайшей целью так или иначе, посредством посредников, подлинных. Столь многие вопросы, как установить связь, кто является посредником, как узнать его, все эти вопросы имеют место быть. Искренность есть порождение сукрити. Агьята сукрити, затем гьята сукрити. Это бхагья, удача. В целом, это явление известно как удача. И удача, если ее проанализировать, мы находим в глубине сукрити. Проявление этой абсолютной воли. В конечном счете, можно сказать, что это его лила. Лила. Лила значит игры. Лила значит то, что не подвластно какому бы то ни было закону действия, которое не подвластно любому закону. Это лила. Естественный поток. Беспричинный и непреодолимый поток течения движения целого, абсолюта. Концепция абсолюта динамична. Он динамичен. И движение, поток, течение таковы. И они, абсолютное благо, они не могут быть подвергнуты сомнению его воле. Выше вопросов. Потому что мы все жаждем только блага. Никто не может сказать, «Я не хочу блага». Концепции могут варьироваться в зависимости от той или иной платформы мыслей, мышления, интересов. Это относительно. Но благо роднит всех в целом. Концепция плохого и хорошего. Представления могут варьироваться в зависимости от разных платформ, мировоззренческих платформ, разных измерений, мыслей. Но благо мы хотим, счастье мы хотим. И это благо, счастье, естественный поток, динамичный. И мы далеки от него. Как восстановить наше положение? Это проблема. Почему майя существует? Почему мы оказались вне этого потока? Этот фундаментальный вопрос, прямой и косвенный, он есть. Знать, что есть благо, для этого необходима релятивность и относительность плохого, скверного. Чтобы знать, что есть. Свет, необходима тьма. Таким образом, ученые объясняют нам, знатоки, есть служение прямое, есть служение косвенное, ограниченное и безграниченное, конечное и бесконечное. Истина и ложное представление, заблуждение. Истина и заблуждение, не истина. Вместе они необходимы ради лилы и то и другое. Махарадж, это касается только обусловленных душ? Что? Она спрашивает, двойственность, дуальность, необходима исключительно обусловленным душам? Реальность? Нет, 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 дуальность, двойственность. Двойственность существует только для обусловленных душ? Двойственность и дуальность, это относительный термин. Любая лила, игры, движения предполагают двойственность в позитивном мире. Присутствует двойственность разных типов. И есть градация. Там, где есть градация, не может не быть двойственности, сравнения. Градация, иерархия. То, что дифференцировано по своей природе, там не может не быть двойственности или множественности в том или ином смысле отношений. Его лила, игры, движения предполагают двойственность, дуальность. А в позитивном мире также степень блага, степень блага, это явление порождает двойственность или множественность, разнообразие, состязание, конкуренция в позитивном положении различных типов. Там также присутствует двойственность. А эта двойственность есть. Это майя, истина, это пара противоположностей. образует целое для нас. Но двойственность, скажем, интенсивность, густота, интенсивность тьмы, степени тьмы, степени света, и свет, в зависимости от степени его интенсивности, возможно двойственность того или иного типа. Вы понимаете? Есть двойственность в свете, согласно степени интенсивности света. И, скажем, сумерки, это не день и не ночь, но ветер, сандия, сумерки, точка встречи тьмы и света. Это двойственность. Затем во тьме также присутствует двойственность, согласно степени интенсивности. Таким образом двойственность имеет место быть. Но для обусловленных душ есть двойственность одного типа, а для освобожденных душ двойственность другого типа. Но двойственность или разнообразие всегда есть. И это велас, игра. Там, где есть велас, игра, там есть двойственность. Двойственность в различных формах. Вы понимаете? Да. Велас, движение. Не статичное нечто. Там, где есть динамизм, там есть двойственность. Иначе быть не может. Таким образом, сама природа абсолюта это природа системы. Система органическая целая, не статичная, не дифференцированная, целая, но органическая целая. Тело одно, но в теле присутствуют различные части или двойственность. пальцы, ногти, кожа, кости, двойственность. В целом это тело. Двойственность, соответственно, интенсивность степени присутствует разнообразие, многообразие уже есть. Майавадины говорят, они говорят о единстве без двойственности, состояние, подобное глубокому сну без сновидений. Глубокий сон, нечто вроде единства без двойственности, без дифференциации, различных качеств. Но школа ваше новизма не признает эту идею. Они придерживаются мнения. Если изучить, пристально рассмотреть это нечто, эту субстанцию, то мы увидим в этом двойственность так же. Сон без сновидений, глубокий сон. Существует так же степень этого сна, меньшая и большая степень. Если мы проанализируем это явление, то мы увидим степень и градацию двойственности. без разнообразия ничто не может быть. Составляющие части атомы, электроны в материальной сфере, или в ментальной сфере, или в духовной. Все эти части различных характеристик разной природы. Есть разнообразие повсюду. даже Личность Кришны в своем Руб, в своем Пракаш, Прабхава Вилас, Вайбхава Вилас. Даже в Кришна концепции также мы находим разнообразие соответственно его темпераменту, соответственно его удовлетворению. Его удовлетворение также бывает разных типов. одновременно он представители разных групп видят его по-разному. Когда Кришна появляется на арене состязаний Дворца Камса, то представители разных групп видят его по-разному. Камса видят, что к нему приближается смерть. Другие борцы думают, подобно молнии он приближается к нам. гром и молнии родители думают, наш любимый ребенок приближается к нам. Йогины думают, неведомая непостижимая субстанция приближается к нам. обычные люди думают, наш царь, теперь наконец-то перед нами предстает наш истинный царь. Представители разных групп воспринимают его по-разному, хотя он один. Одна и та же личность приближается к ним и предстает для разных групп воспринимают, видят его по-разному. Необходимо навеки отказаться от попыток дать оценку наманта эва научись отдавать себя и благодаря самопреданию ты сумеешь обрести его через самопредание он придет к тебе так как он придет к тебе ты будешь чувствовать его таким каков он есть как он того захочет чтобы ты его чувствовал ты будешь чувствовать так и это истинное достижение жизни и это истина вновь и вновь повторяется доносится до нас бхагаватам в школе шудха-бхакти не пытайся понять но обращайся иди на пути вера Христос также подчеркивал делал упор на веру вера шрадха на санскрите если я сумею обрести его то я обрету все все фазы долга все виды долга долг всех видов будет но выполнен осуществлен если я достигну его обрету его целое концентрируется в точке словно фигура или точка фигура образ который представляет целое солнце представляет собой весь мир света свет больше солнца которое есть самая суть света так или иначе пытайся обрести его и ты обретешь все уповай имей веру в это иди пытайся соприкоснуться с ним палипрашно искренне вопрошение в этом нет ничего дурного ошибочного ложного но не пытайся не пытайся зажать его в кулаке буквально в пригоршне это невозможно для ограниченного начала это немыслимо ты не сумеешь исчерпать его до конца никогда ни за что океан как много ты можешь выпить океанской воды попробовать на вкус малейшая капля мельчайшая капля способна утолить жажду всю твою жажду обращайся приближайся в духе служения никакой иной контакт невозможен с ним лишь на пути служения лишь благодаря посредством служения другие фазы это безразличие отречения и эксплуатация обрести связь посредством этих явлений невозможно эксплуатация это фиктивная ложная и недейственная вещь отречение подобное этому негативно но служение позитивно мы можем найти позитивное явление в измерении реальности служения мир мягкости доброты мир честности честный мир открытый мир служения эксплуатировать грязно низменную почему мы должны стремиться эксплуатировать других это нечто низменное скверное и присутствует наказание реакция а равнодушие отречение это также нечто низменное не только эксплуатация греховна но и равнодушие безразличия потому что у тебя есть внутренний долг по отношению к окружающему миру ты не можешь игнорировать да не можешь это игнорировать этот долг не можешь его игнорировать ты родился само твое бытие существование предназначено для чего-то и для чего оно предназначено давать окружающему миру это твое предназначение это честно а эксплуатировать брать значит убивать окружающий мир это низменно отвратительно и этого следует избегать а отречение безразличия к соседу к ближнему это также нежелательно это также деструктивно разрушительно лишь единственное позитивное благо ты будешь хорошим и ты будешь дарить благо окружающему миру поэтому служение лишь благодаря служению мы можем прийти в измерение измерение где присутствует честность открытость простота принять путь преданности это самое похвальное я частица какого рода частица какой природы я излучаю благо искренность простоту открытость в окружающий мир мое внутренняя душа такой природы это страна джентльменов земля благородных людей где все приносят друг другу творят добро и это земля кришна любящая земля любви когда мы относимся к окружающему миру не только справедливо но мы любим окружающий мир ты любишь окружающий мир и ты когда это любовь родиться ты обнаружишь что находишься на земле кришны во вриндаване в том измерении это возможно искренняя любовь друг к другу они находятся испытывают влияние принимают руководство кришны обитатели той земли мы говорим о сладости о центре такого рода поток исходящий оттуда одаривает всех блаженством это блаженная земля это вриндаван сладость обнаружь себе свое сладостное я и тогда с помощью этого сладостного я ты обнаружишь измерение сладости мир сладости а царь этой земли также очень сладостен сладок вот настолько много требуется от нас найти свое сладостное я внутри и когда это произойдет ты увидишь что окружающий мир такой природы и царь контролирующий эту среду владыка этой среды есть кришна в его его параферналиях ты окажешься все они сладостны настолько сладостны ты будешь жить сладостью каждое твое движение будет сладостным прекрасным в брама самхите написано их движение подобно танцу их слова подобно песне пение вода того мира подобно нектару деревья того мира все колпатару они дают тебе все соответственно твоему желанию древо желаний такова эта земля та земля эта земля и твое внутреннее сокровенное глубинное я предназначено жить на этой земле в настоящее время оно спит оно не привязано к этой земле необходимо так или иначе его пробудить открыть вскрыть этот склеп эту гробницу тела и ума плоть затем ум внутри и еще одна тонкая оболочка настроение безразличия когда все это будет скрыто отброшено тогда ты превзойдешь паровьему мир преданности в соответствии с законом останется позади и тогда ты обнаружишь что находишься в гуще в риндавана и там волны волны той жизни того мира таковые сладость 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 все сладостно все любяще здесь подобно тому как все наши попытки в большей или меньшей степени постыдны усилия ты даешь что-то другому но чьи вещи ты даешь вся транзакция все взаимодействие не может не быть ложным и реакционным здесь в этом измерении ты скажем заботишься о больном ты даешь ему лекарства лекарства хороши такова специфическая природа того мира это лила подобно тому как в спектакле в драме если один актер убивает другого один персонаж убивает другого то это убийство не есть убийство но шоу и многие зрители наслаждаются этим убийством если кто-то может превосходно сыграть роль убитого убиваемого то его прославляют тот кого оскорбляют может гордиться своей ролью ее успехом и он легко принимает эти оскорбления нечто в этом роде игра спектакль никто никому не причиняет вред действительности это лила никто не страдает на самом деле все подобное игре и все полны блаженства все участники этой игры обе стороны и побеждающая сторона и побежденная тот кто одержал победу и тот кто проиграл обе стороны наслаждаются подобно тому как здесь обе стороны проигрывают и те кто якобы одержали победу и те кто якобы проиграли все проигравших но там прямо противоположны Никакая потеря невозможна. Смерть невозможна. Там исключительно игра, шоу, лила. Лила означает это. Безвредное движение. Движение, никому не причиняющее вреда. Ахиры в аготик ревна. Подобно тому, как змея, естественным образом, естественно, движение змеи, зилистая, зигзагообразная. Подобно этому лила. Волны в океане. Все выглядит так, как выглядит, но все в действительности сладостно. И у нас есть влечение к этому миру. Когда мы сумеем отправиться туда и жить на той земле, земле Вриндавана, на земле наших грез, грез души, не этого ума. Ум заимствован из мира смерти, порожден миром смерти, но за пределами этого. О, вы, мои дети, услышьте, внемлите. Вы, в действительности, деяйте от той нектарной почвы, нектарной земли. Не будьте разочарованы, не будьте сбиты с толку. Вы, в действительности, деяйте от той почвы, принадлежите ему. Не падайте духом, не будьте разочарованы, но ищите свой дом, родную землю. То, чего Махапрабху хотел. Сладостный дом, объяснял он, говорил он, твой дом сладостен. Вы все испытываете крайние нестерпимые страдания здесь, но в этом нет нужды. Обратно к Богу, обратно домой. Сладостный, сладостный дом. Это вот что такова наша проповедь людям. Давайте вернемся домой. И дом сладостен. Дом сладостен. И там есть все. Мать, Отец. Все расы в чистейшей форме мы находим там. Мы можем даже не знать о столь многих реалиях, о столь многих сладостных явлениях. Они неведомы для нас. Но гораздо больше мы обретем там, чем знаем и представляем на той земле сладости. Единственное, что необходимо для нас знать в действительности, знать, что мир, в котором мы живем, отвратителен, он плох, нежелателен. И мы должны искать постоянного места жительства где-то в другом месте. в целом говорится джанма-мамритю-джаравиадьи в Бхагавадгите. Ты пытаешься изо всех сил жить в этом мире, трудясь, используя свою энергию, ты делаешь что-то, но все это улетучивается. Кто-то забирает некая сила, то, что ты делаешь. Затем придет смерть, и ты окажешься неизвестно где. Затем ты вновь появишься на поверхности, будешь вынужден опуститься вниз. Ты окажешься в некой неведомом, в неведомом лоне. И родишься, и вновь появишься на поверхности, лишь для того, чтобы вновь опуститься, через мгновение. и если ты проживешь несколько дольше, ты будешь чувствовать такие обстоятельства, собственное тело и другие негативные факторы, то ты пожелаешь прекратить существование, ты пожелаешь уничтожить себя. Такова природа этого мира. Я не желаю больше жить, я не могу дальше влачить жалкое существование в этом теле. Оно полно немощей и болезней, и в нас родится желание убить себя, настолько отталкивающая атмосфера, что порой у нас возникает желание покончить с собой, настолько нежелательное. Характер жизни в этом мире, что подчас мы хотим покончить с существованием убить себя. И теперь возникает вопрос, должны ли мы рисковать нашей энергии, нашей силы, чтобы искать дом, тот дом? Будет ли это безумием? для разумных людей? Так называемые разумные люди, представители общества, лидеры общества говорят, о, эти преданы безумные, они гонятся за фантасмагорией. Это следует решить, ответить на этот вопрос, кто безумен? Будем ли мы пытаться использовать наши силы здесь, в этом мире, или же отвергая этот мир, мы будем пытаться обрести идеальную землю, на которой мы сумеем жить счастливо. Мы должны решить это. Мы должны ответить на этот вопрос в нашей жизни. Наслаждаться ли нам такого рода явлениями в этом мире? что для нас более благотворно, выгодно наслаждаться, так сказать, жизнью в этом мире или игнорировать этот мир и пытаться обрести некое постоянное положение в ином мире? Какую жизнь нам принять? Это вопрос, на который нам необходимо ответить. Внутренний ответ, непреложный ответ, решимость, убежденность. Я не хочу жить здесь, в мире, который нежелательный. Столь многие явления здесь нежелательны, факторы. Я не хочу находиться здесь. Если я ничего не обрету, все же я буду пытаться получить что-то, найти некое лучшее место, где я сумею жить. Даже если я все потеряю, мне все равно. В любом случае, все эти реалии, реалии этого мира уйдут. Сегодня или завтра все это уйдет, уничтожится. Поэтому если я пожертвую всем этим и буду искать лучшее место, то нет никакого риска. Скорее это разумно оправданная позиция. Махарадж, да. Махарадж, да. Есть люди, владеющие некими мистическими силами, маги, которые могут контактировать с духами, создавать некие магические иллюзии. Как это понимаешь? Что он говорит? Его вопрос «Это магия, а то не магия? Волшебство не волшебство?» Нет. Он говорит, что есть люди, которые стремятся к мистическим силам, йогин. Он спрашивает об их положении. Каково их положение? Сидха. Мукта Сидха. Мукта Сидха. Они охотники за силой. за могуществом. Они действуют здесь, но как бы на заднем плане, пребывая в круговороте рождения и смерти, но в тонком измерении. Охота за силой, за могуществом. Некоторые используют карты Таро и подобные вещи. Они демонстрируют некие тонкие силы и привлекают вас к себе. Но это также не есть перманентное постоянное достижение и не чистой природы. не самой чистой. Если рассмотреть конкретные примеры того, что они делают, проанализировать это, то можно увидеть, все это материальное и временное. Это не столь чисто, как служение. Служение есть чистейшее явление, жертва, самопожертвование, умереть, чтобы жить. Как я говорил, весь риск никакого выигрыша. В этом измерении не к чему стремиться. Все неизменно. Грубое или тонкое. Там также присутствует эксплуатация, тонкая эксплуатация. Сидга, волшебники, чудотворцы, они также демонстрируя свои тонкие силы, хотят контролировать кого-то. И что они дают? То, что мы обретаем, скажем, во сне, мы можем наслаждаться чем-то. Они дают нечто схожее, чудесам во сне. Но это все относится к гренному миру. И качественно, количественно. Это может быть нечто более широкое, нежели грубое материальное измерение. Имеется в виду тонкое материальное измерение. Обширнее грубого материального. Но качественно это одно и то же. Пусть количественно и присутствует разница. То, чем мы не наслаждаемся в теле, мы можем наслаждаться этим в уме. поскольку ментальная сфера обширнее грубо физической сферы. То, что невозможно в измерении грубого физического тела, можно наслаждаться этим, скажем, сновидением в ментальной сфере. И такого рода тонкая жизнь сида, а более обширная, более тонкая, но это также наслаждение своего рода. Критерии служения. Если его применить, то мы увидим, что здесь нет тенденции служить. Это в конечном счете само эгоистическое наслаждение и эксплуатация. Это также эксплуатация. Они эксплуатируют окружающий мир. И они дают вам некоторые способности, тонкие способности. но что это? Это те же самые мирские явления, пусть и более тонкие. Каково их предложение, каков их дар, что они стремятся дать? То, что они могут и хотят дать мирского характера. Сиддхо. Затем муктхо. Сиддхо относится к измерению бренного мира. То, что дает Сиддхо. Сиддхо. Все это в рамках мира смерти. Да, может быть, эти явления где-то продолжительнее, они долговечнее, грубо материальных явлений. Но все это относится к миру смерти. А стать бессмертным, это значит стать нулем. Сайюджи мукти. Но за пределами этого нуля, полной отстраненности от негативной стороны, этой асцисы, если мы хотим установить связь с позитивной стороной, то этот контакт возможен исключительно благодаря тенденции служения. Благодаря этой тенденции мы можем установить связь с высочайшим измерением. если мы сумеем достичь того, что нас будет использовать высший мир. Только так. Виза необходима тому, кто стремится въехать в страну. Виза будет дана только тому, кто хочет служить стране, служить ее благу, а они стремятся эксплуатировать ее и вредить ей. Лишь когда присутствует позиция слуги, дух служения, и этот дух скрыт в нашем заключенном, в нашем подлинном я, глубинном я, тогда эта частица, единица служения достойна войти в то высочайшее окончательное измерение служения, установить связь. Если у нас есть предрассудки, если мы мотивируемы локальным интересом, то мы не сумеем свободно играть в абсолютной волне. Локальный интерес будет препятствовать нам смешиваться буквально с абсолютной волной. Абсолютный поток есть, но если во мне живет локальный интерес, то я не могу свободно смешиваться, буквально контактировать с абсолютной волной. Вы понимаете? Лила значит абсолютное движение определенного типа. Это волна совершает свое течение, а концепция локального интереса, провинциального интереса, эгоистического интереса не позволяет мне свободно быть вовлеченным в эту абсолютную волну, волну самоотдания, самоопожертвования. Это измерение, высочайшее измерение любви. Любовь означает жертва.